Приветствую вас. Я бы, наверное, начал с того, что отметил, отметил бы тот факт, что вам стыдно. Вам стыдно признаться в том, что вы начали курить. Вам именно себе в этом стыдно признаться. Даже не столько себе, сколько своим близким стыдным. Ну а значит и себе получается стыдно. И вот я бы начал с этого аспекта. Потому как вполне вероятно, что именно непринятие вами своих чувств. Именно непринятие вами своих потребностей, своих желаний, которые имеют место быть у вас. Ведь как вам правильно, на мой взгляд, сказать, сказали мои коллеги, что зависимость, она всегда что-то дает. Всегда. И вам не понятно, что она вам дает зависимость. А для этого желательно, чтобы вы перестали стыдиться тех вещей, которые сейчас вас стыдят. По факту. Потому что это подавление чувств, что происходит у вас. Вы подавляете свои чувства тем, что следите в курении. Вот. Здесь есть важный момент, который, на мой взгляд, нужно обязательно раскрыть. Этот момент касается того, что зависимость бывает двух видов. Это физиологическая, химическая зависимость и, соответственно, зависимость психологическая. И я думаю, что и ту и другую зависимость вы сможете освободиться. Если вы будете работать со специалистом в плане химической зависимости со наркологом, в плане психологической зависимости со специалистом в этой области. Как, опять же, правильно сказал здесь мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович. Вот. Что касается игровой зависимости, то здесь исключительно только зависимость психологическая. Другой зависимости здесь нет. Это только психологическая зависимость. И связанная она с тем, что вы получаете от игры в онлайн игры. Ни много ни мало. То есть, то, что вам нравится в играх, является объектом исследования. Нашего исследования. Главное. Ну, значит, понятно, что в играх человек отыгрывает определенную роль и реализует то, что ему хочется. Иногда бывает такая история, что человек в тех же играх просто убегает от реальности, просто бежит от реальности. Вот. Потому что она ему в той или иной степени, по той или иной причине она ему не нравится. Ну, то есть, вызывает неприязнь, раздражение и желание убежать от него. Поэтому, я думаю, что с вами нужно работать. Я думаю, что нужно исследовать обязательно те моменты, которые вы переживаете. Да, то есть, как у вас развивалось, например, курение, как у вас развивалась игровая зависимость, потому что, ну, что это происходило не в один день, да. Я уверен, что у этого были причины, у этого были основания. Вот. Так что, со всеми этими вещами нужно работать. Чтение литературы, как правильно сказал мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович, опять же, чтение литературы ничего не даст, потому что литература не помогает. Клиентам литератора написано исключительно только для людей, профессионалов и для интересующихся наукой, но не для клиентов, не для тех, у кого есть реальные проблемы. Вот. Так что, так вот. Зависимость это потребность. Ну, это в том числе и привычка. Это в том числе и, как правильно сказал мой коллега, поведение тех, кто вас окружает. То есть, ну, вот, в данном случае можно вести речь о ваших родных и близких, которые в некоторой степени содействуют тому, что вы зависны. Вот. Потому что, я не думаю, что они не знают, что вы не курите. Я думаю, что им проще не замечать того, что вы, например, не курите. Вам же самому необходимо для себя определить, зачем вы хотите бросить курить и перестать играть в онлайн-игры. Именно. Зачем? Что дальше? Что вам это даст, если вы перестанете играть в игры и перестанете курить? Ведь мало поставить вопрос и запрос, что вот я хочу прекратить. Вот. Мало. На мой взгляд, нужно понимать, зачем вам это. На мой взгляд, нужно давать себе отсчет, для чего вам это. Если четкие цели нет, то и мотивации, скорее всего, делать это так же не будет. И в таком случае не имеет никакого смысла даже начинать этот процесс. Понимаете. Вот. Так. Я думаю, вам можно ответить. Такой вам можно дать ответ. Я надеюсь, что это было для вас полезно. То есть, еще раз, да, если вы не определите для себя, зачем вам отказываться от зависимости своих, что ситуация, скорее всего, не изменится. Потому что у вас будут некоторые проблемы с мотивацией. Вот. Знаете, какая штука. А нам, если мы, если мы хотим вам, допустим, помочь, вам, нам нужно, чтобы мотивация у вас была. Вот. Это совершенно не обязательно должно быть сразу обрубание всех зависимостей, да, совершенно не должно быть такого. Но это, как минимум, должно соответствовать тому, что вы хотите. Вы говорите, что вот у меня есть, допустим, важные вещи, да, например. У меня есть, там, важные дела, которыми я хочу заниматься. Вот. И для этого, собственно, мне нужно, избавиться от зависимости. Отвладиться. Это один момент. Отвываться в таком случае будет. Далее, очень важно поставить вопрос, что не избавиться от зависимости, а от раскрытия. Ведь в основе зависимости, как сказали мои коллеги, есть некие попрепности. И эти попрепности, они требуют своего удовлетворения. Так или иначе. Поэтому необходимо не избавляться от зависимости и не подавлять себя, например. А именно раскрыть. То, что вы хотите. То, что вам важно. То, что вам нужно. То, что вам ценно. Вот это та задача, которую может решить специалист вместе с вами. Это та задача, которую можете решить вы вместе со специалистом. В этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, я буду вам очень благодарен. за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, доброго, удачи. И надеюсь, что вам ситуация разрешится самым лучшим для вас образом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова